Я Денис Гольцов, заслуженный мастер спорта по самбо, двукратный чемпион мира и Европы. Что для тебя было главным толчком к профессиональному занятию спортом? Самая основная мотивация была, наверное, финансовая, так как уже достигнув определенных высот в любительском спорте, хотелось перейти уже на более профессиональный уровень и стать действительно человеком, у которого есть профессия, профессия спортивная, которая помогает и позволяет финансово обеспечивать себя и свою семью. Твой идеальный день какой? Ну, когда на тренировку не надо, нормально позавтракать, потом лечь спать, выспаться. Потом можно заняться любым-любимым делом, съездить на охоту, съездить на рыбалку, поиграть с детьми, съездить на охоту с детьми, съездить на рыбалку с детьми. Не, на самом деле идеальный день, тот, который удовольствие и без напряга. И самое главное, что в наше сегодняшнее время, я думаю, когда ты не ограничен временными рамками, и ты можешь заниматься любым делом, только столько тебе хочется. Конечно, спорт приносит удовольствие, но чаще всего по результату, особенно положительному. В обычных рутинных днях рабочих ты этого, конечно, не замечаешь, потому что тяжело тренироваться, одеваться некуда. Приходится себя заставлять побеждать себя, в первую очередь, каждый день. Есть книги, которые ты можешь посоветовать? Ну, одна из таких книг – это бестселлер Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». А фильмы? Из таких фильмов самые то, что, наверное, в обществе признаны, это такие, как Форрест Гамп, то есть такие, в принципе, мировые культовые фильмы. Мне нравится «Гэтсби», хорошо снят, красиво снят. Но не всегда в красивых фильмах в умолчании есть правильные вещи, которые нацелены, скажем так, на созидательность. К сожалению, в наше время очень много красивых, хороших фильмов, которые, опять же, признаны обществом, они немножко деструктивны. Какой самый странный комплимент тебе когда-нибудь говорили? В принципе, мне комплиментов особо не говорят. Да я за этим особо не слежу, поэтому трудно ответить так-то однозначно. Сколько лет ты трудился перед тем, как совершил свой первый спортивный прорыв? Ну, первый прорыв, я думаю, что где-то через 3,5-4 года. Это вот этот перемежуток. Это был чемпионат России и Нью-Йоркский по боксу. Как ты думаешь, может ли искусственный интеллект в будущем уничтожить человечество? Я думаю, да. На сегодняшний день ведутся дискуссии по поводу того, что человек придумал искусственный интеллект, и он им полностью управляет. Но это все до той поры, пока искусственный интеллект не станет автономным. И с точки зрения своего ресурса информационного, аналитического ресурса, но и биохимического. Когда уже роботов будут оснащать искусственным интеллектом, когда он сможет сделать все сам и обслуживать себя сам, тогда у человечества уже шансов почти не останется. Чего ты боишься больше всего? Наверное, потерять стабильность. Потому как я отец, и хочется для себя, для своей семьи постоянно иметь какие-то стабильные вещи, которые помогают растить мою семью, содержать ее и давать фундамент определенный. И знания, и материальные также какие-то вещи. И знать, что они будут, и были и вчера, и сегодня, и будут завтра. Были ли у тебя в детстве герои, которые тебя вдохновляли? К сожалению, были герои, но они все, конечно, были все, скажем так, западные. И навязанные из мультиков, фильмов, сериалов, откуда угодно. Когда не было такого различия и понимания, что есть хорошо, что есть плохо. И, наверное, культ героя для каждого из нас – это кто-то из нашей семьи, там, отец, мать, брат или сестра, кто постоянно с тобой, на кого-то ориентируешься постоянно, кому тянешься, скорее всего, так. Если бы ты оказался на месте Нео в фильме «Матрица», ты хотел бы узнать правду о мире или остаться в неведении? Не, однозначно проснулся, потому что жить нужно реальной жизнью, а не виртуальной. Что, конечно, на сегодняшний день активно пропагандируется, развивается, чтобы максимально люди уходили в виртуальную жизнь. Но человек создан в невиртуальном мире, он создан здесь, и жить нужно здесь, и получать эмоции нужно здесь. радоваться и наслаждаться в момент, там тоже нужно здесь. Есть ли какая-то информация или теория, в которую ты просто веришь, так как у нее нет доказательств? Теория? Ну, хорошая теория о том, что мы не одни во Вселенной. Я думаю, что с одной стороны это теория, с другой стороны, если логически просуждать, что вряд ли мы такие совершенные, что мы единственные, кто находится во Вселенной, да, из разума, разумного создания. Но я думаю, что далеко мы не одни, и это вопрос времени, и эта теория будет развенчана. Какую сверхспособность тебе хотелось бы иметь? Мне не хотелось бы иметь прям сверхспособность. Мне хотелось бы иметь некоторые навыки на очень высоком уровне. Это, наверное, феноменальная память и такая же феноменальная скорость чтения. Это у нас самые основные две вещи, которые хотелось бы прибавить. В последнее время в спорте все чаще стали появляться трансгендеры. Некоторые говорят, что это будущее спорта. Как ты к этому относишься? Я думаю, что все уже было придумано до нас, поэтому, как древние греки начинали зачатки Олимпиады, я думаю, что надо этих традиций придерживаться, не сильно менять. Потому что сегодня одни тенденции, завтра другие тенденции. И каждый раз менять устои уже столетиями сложившимися. То есть, я думаю, что нет в этом никакого смысла. Если бы ты мог жить где угодно, что бы это было за место? Это однозначно было бы теплое солнечное место с хорошим чистым океаном. Если бы ты мог своими глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, что бы ты выбрал? Что бы я хотел увидеть? Ну, будущее точно не хотелось бы так видеть. Боком все вышло бы однозначно. А из прошлого? Но это не один фрагмент. Наверное, опять же, это культовые такие в истории цивилизации нашей, можно сказать. Действительно, там такие же, опять же, как жизнь Христа. Ну, и в принципе, жизнь святых людей. Тем, которым открылось больше, чем всем остальным в этой жизни. Пообщаться даже с ними. Вот так вот прикоснуться, скажем так, к прекрасному. А по отдельности не стал бы выбирать один фрагмент. Там, ну, полет Гагарина в космос, если что. Будешь ли ты прививать своему ребенку любовь к спорту? Однозначно. Я буду прививать любовь к работе над собой, к тому, что нужно каждый день развиваться, двигаться вперед. И самое главное, что задавать вопросы, анализировать все, думать своей головой, в первую очередь. А спорт – это мощный помощник в этом всем, потому что и помогает, и разогнать, и активно мозговую деятельность. Потому что в спорте тоже думать приходится, особенно в экстремальные моменты. Вот. Ну, и в целом, чтобы был определенный, выработан определенный режим жизни, что ты должен действительно нагружать тело, постоянно расти и становиться чуть-чуть лучше. Каким было самое красивое место, в котором тебе довелось побывать? Ну, это не одно место, таких мест было несколько. Из таких красивых, конечно, мне понравились каньоны. Это было в Неваде, то есть, ну, штат Юта, штат Невада. То есть, ну, там, конечно, природа интересная. И мне понравилось больше то, что она красивая и резко меняющаяся. Ну, леса, поля я уже видел зеленые, и, в принципе, у нас вся страна в полях, в лесах. Поэтому на контрасте, конечно, ярко запоминаются такие новые вещи все. Чему бы ты посвятил свою жизнь, если бы в ней не было спорта? Ну, на сегодняшний день у меня одни приоритеты, да, и одни направления, скажем так, по развитию. Так нельзя сказать, что если бы я не занялся спортом, я бы занимался такими-то вещами. Тут пути-то они неисповедимы, поэтому, ну, не знаю, сложно сказать, что я какую-то одну профессию выбрал бы. Может быть, что-то из науки, может быть, что-то из такого творческого. Может, рыбаком вообще стал бы. Есть ли боец, который уже завершил карьеру? Наш или зарубежный, с которым ты хотел бы провести бой в его лучшие годы? У меня сейчас нет такого, что принципиально вот с конкретным бойцом хотел бы провести бой. То есть я это вообще немножко не понимаю, когда так люди говорят. Когда ты добился вершины, наверное, ты чемпион, наверное, ты, там, вправе выбирать там. А вот я бы с этим не бился, я бы с ним побился. У меня еще очень большой список, скажем так, спортсменов, с кем потенциально даже я могу встретиться. Поэтому такой прям выбранности в оппонентах нет. Если бы у тебя была возможность за полчаса научиться чему угодно, что бы ты выбрал? Хороший вопрос. Ну, на сегодняшний день, наверное, IT-технология, финансовая тоже стихия интересная. На сегодняшний день, опять же, они актуальны. Но время идет, время меняется и, опять же, веяние в мире тоже меняется в повестке дня. Поэтому нельзя однозначно тоже сказать. Если бы в ближайший год ты бы мог есть только один продукт, что бы это было? Ну, скорее всего, либо рыба, либо мясо. Ну, скорее всего, рыба. Мясо быстро надоедало, а рыба еще так терпимо. Если бы ты открывал свой бойцовский клуб, как бы ты его назвал? Не думал об этом. Ну, возможно, именем какого-нибудь достойного человека, который действительно по всем морально-волевым качествам был бы примером для многих. Если бы ты должен был проживать один и тот же день снова и снова, какой день в своей жизни ты бы выбрал? Не скажу, что такие были дни, чтобы я выбрал один и сказал, что он самый яркий в моей жизни и самый такой насыщенный. Много таких дней было, к счастью. Поэтому любой из них... Любой из тех дней, когда, как говорится, счастье было полной штаны. Какая общая идея могла бы объединить людей на планете? Я думаю, что равноправие. Скорее всего, так. Потому что... Не совсем правильно, что... Многим кажется, что есть преимущество между богатыми и бедными. И на сегодняшний день это очень сильно культивируется. То есть капитализм на сегодняшний день у людей в голове уже настолько глубоко, что все нацелены только на то, чтобы быть успешными, быть богатыми. И выброс, скажем так, как говорится, подняться с низов. То есть, ну, не должно быть такое разделение, когда будут более-менее все одинаковые, тогда, наверное, и будет людей это объединять. И все будут чувствовать себя комфортнее гораздо. Что ты можешь сказать про компанию Великорос? Компания Великорос является одним из тех партнеров, которые помогают развивать детские виды спорта, такие как самбо, такие виды спорта, популярные как ММА. Помогают в развитии, в содействии для того, чтобы вырастить своих чемпионов. И чтобы они несли правильные ценности, такие же, как компания Великорос. Ну и на сегодняшний день Великорос шьет отличную одежду, в которой удобно ходить и в повседневной жизни, и также тренироваться и заниматься своим любимым делом. Поэтому Великорос – это здорово.